МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Минусинской главы территории предприниматели при участии Агентства развития бизнеса обсудили создание благоприятного инвестиционного климата на юге Красноярского края. До участников круглого стола довели информацию о новейших механизмах государственной и частной поддержке бизнес-проектов, получении кредитов на льготных условиях и поручительства перед банками. Сегодняшнее совещание. Мы в первую очередь ждем дополнительные ресурсы, с помощью которых малый бизнес может развиваться. И это важно для нас, для всех, потому что понимаем, что развитие любого бизнеса в первую очередь строится на ресурсах. Кроме того, представители каждой территории смогли рассказать о собственных идеях, проблемах и способах их решения. Сейчас юг-край рассматривается как единая зона развития. Нужна общая инфраструктура, совместное строительство дорог, центров хранения и переработки сырья. Эти партнерские отношения планируются развивать и усиливать, поэтому в дальнейшем на юге края планируется создание единой организации, которую сейчас условно называют корпорацией развития. Многие инициативы, которые идут с мест, на самом деле упираются либо в стенку, либо просто уходят в песок, потому что нет ни соответствующих компетенций, ни возможностей, чтобы эти проекты как-то структурировать, грамотно разработать бизнес-планы. Это все задачи как раз корпорации развития. Глава Ачинска Илай Ахметов проинспектировал сразу два социально значимых объекта, в которых идут масштабные ремонтные работы. Первое место визита – детская поликлиника номер два. Медицинское учреждение, расположенное в седьмом микрорайоне, знакомо большей части нашего города. Именно здесь, начиная с 70-х годов, принимали маленьких Ачинсов, высококвалифицированные педиатры и врачи узкой направленности. С момента открытия в помещении проходил лишь косметический ремонт. Сейчас же полноценная реконструкция. Об улом убранстве поликлиники напоминают разве что узкие коридоры. К сожалению, решить эту проблему невозможно. Зато кабинеты станут просторнее. Хотя это делается не для излишнего удобства врача и пациента. Таковы современные требования. Ремонт именно в рамках капитальных ремонтов, не реконструкция. Поэтому мы не затрагиваем несущие стены. В рамках только настроенных перегородок, которые можно убирать, мы расширяем кабинеты согласно санитарным правилам и нормам. Подрядчики работают на опережение выигранного времени около месяца. Именно поэтому строители обещают и главному врачу, и мэру сдать объект сразу после Международного женского дня. О завершении работ в следующем году говорят и строители вокзала. Здесь уже на протяжении полутора лет меняют, с позволения сказать, лицо города. Согласитесь, каков вокзал, такое и первое впечатление о населенном пункте. Уже сейчас можно сказать, что, пребывая в Ачинск, попадаешь не в провинциальный городок, а в самый, что ни на есть, развивающийся город с многовековой историей. В 2018-м обновится и привокзальная площадь. Тут вот тополя вот эти страшные, да, мы уже вырубили там все, что там с администрацией согласовали. Вырубили все, да. Но вот если бы вот эти тополя бы мы убрали, а посадили бы где-то декоративные пустырники, было бы хорошо, конечно. Давайте, а проект во сколько оценили? Проект этот? А у нас, в принципе, проект делали... А, имеется в виду, по стоимости? По стоимости. Это брусчатка, асфальтировка и благоустройство. Садимся, смотримся. Хорошо, это здорово. Глава Ачинска хорошо известен руководителям как надежный союзник. Вот и с представителями железной дороги нашли понимание и пришли к общему знаменателю. Прошел плодотворность и с тем, что мы договорились, что будем встречаться в администрации города Ачинска для того, чтобы совместно разработать проект благоустройства при вокзальной территории, который будет третьим этапом реконструкции вокзала уже в следующем году. И, в общем-то, совместными усилиями приведем прилегающую территорию к железнодорожному вокзалу в надлежащее состояние. Подводя итог рейда, можно отметить, что Илай Ахметов был немногословен. Больше слушал и вникал в ситуацию. Сейчас все идет строго по плану и не может вызывать и с лишнего раздражения. У вас, видите, как дно вешало в доме стоять и все. А дальше ставьте рабочий стол и будет кто-то так далее. Здесь и стены-то еще не все в наличии, а будущее полезное пространство уже распределяется под условия работы культурно-досугового центра. Это экспериментальное сооружение строится в деревне Анциферова Енисейского района. Экспериментальный клуб на 50 мест для небольших населенных пунктов. Убираются кресла и его становятся спортивным залом. Ставится кресло и становится актовым залом. Теннис и стол поставили, можно играть в теннис. Идея подобного клуба назрела давно. Администрация Енисейского района несколько лет назад обратилась в правительство края разработать такой проект досугового учреждения, чтобы его можно было привязать к любой местности. Клубы и дома культуры на селе нуждаются в серьезном обновлении, а разработка индивидуального проекта стоит огромных денег. В начале этого года типовые проекты были разработаны, и вот один из них уже на стадии завершения в Енисейском районе. Однако темпы работ вызывают серьезные опасения. Старительство вообще сложно прогнозировать. Если трудовые ресурсы будут работать качественно и быстро, и будет достаточно, то, конечно, за три недели можно выполнить это. Но если такими темпами, которые мы наблюдаем сейчас, то сложно сказать, что будет закончена работа вовремя. Анциферова – небольшая деревня. В ней чуть больше двух сотен жителей. Но и им требуется культурный досуг. В старом клубе семь кружков и студий самой разной направленности. В них и дети занимаются, и взрослые. Условия, прямо сказать, скромные. Поэтому к строительству нового досугового центра отнеслись как подарку судьбы. Очень рады, ждут новый клуб, потому что в этом клубе никаких условий. Строительство центра полностью оплачено из краевого бюджета. Район помогал решать вопросы доставки и организации работ на месте. И несмотря на все сложности и задержки сроков сдачи объекта, здесь очень надеются, что Новый год жители маленькой трудоноступной деревни Анциферова смогут встретить в новом современном культурно-досуговом центре. Общество, неравнодушное к детям, воспитывают в Каннском районе. Первый форум под таким лозунгом провели накануне в селе Чичиул. В местном Доме культуры собрали людей, ответственных за работу с ребятами в каникулярное время, и самих школьников, чтобы, во-первых, поблагодарить всех за совместную деятельность, а во-вторых, понять, насколько полезной она была для подрастающего поколения. Да, сегодня есть упадки в сельском хозяйстве, есть те районы, но это ни о чем не говорит, что там нет базы, нет плацдарма для работы в этом направлении. Там просто нужны люди, а люди – это вы. За молодежью будущее, и именно сейчас им нужно помочь определиться с выбором. Организаторы форума решили, что для начала это должен быть выбор профессии. Поэтому и такие мероприятия, и летние площадки, и даже палаточные лагеря стали нацеливать на профориентацию. Работа проведена была колоссальная. Наша вообще задача стояла – стопроцентный охват детского населения вот именно в каникулярное время. Ну, могу сказать, что практически этого результата достигли на уровне где-то 87%. В рамках форума было открыто семь площадок. На одной из них детям рассказывали о профессии библиотекаря, на другой – учили швейному делу. Руководитель мастер-класса Елена Власенко поставила задачу за 40 минут сшить домашнее платье. Работала с девочками, которые ранее ходили к ней на летнюю площадку. Девчонки и мальчишки должны уметь шить. Должны элементарно уметь пришить пуговицу, в экстренной ситуации вырезать и сшить. Ну, в крайнем случае, даже себе вечернее платье. Посмотрите на меня. В 6 утра встать и сшить юбку. Я не профессионал. Натуральным все было и на мастер-классе парикмахерского искусства. Реальные клиенты – настоящие стрижки. Наблюдателям, конечно, ножницы в руки не давали, но опытом плетения кос участницы обменивались с удовольствием. Этот навык, по крайней мере, девочкам точно пригодится. Я знакомым делала на выпускной и с детского сада, например, в сестре. Делаю на Новый год прически подруга. А еще ребят учили актерскому мастерству, психологии, проектной деятельности и искусству фотографии. Инициаторы форума выразили надежду на то, что подобная практика работы с детьми приживется на территории и будет внедрена в другие проекты. В Железногорске тренеры ДЮС США номер один планируют развивать лыжные гонки и, возможно, биатлон. С сентября в спортивной школе работают два новых педагога – Иван и Галина Дерюшевы. Они приехали в закрытый город из Красноярска по приглашению Управления по физкультуре и спорту и руководства школы. Тренерская чета – выпускники факультета физкультуры СФУ. Галина сейчас получает второе высшее образование. Иван окончил бакалавриат и магистратуру по направлению спорт высших достижений. Оба мастера спорта – Иван по лыжным гонкам, Галина по биатлону. К слову, именно этот вид спорта они хотели бы развить в Железногорске. На сегодняшний день в секции лыжных гонок занимается больше десятка детей, в основном младшеклассники и дешкалята. Это немного, замечают тренеры, набор прошел не очень активно, но еще можно записаться. Готовы принять воспитанников от 6 до 18 лет. Уровень разный. Некоторых приходится буквально ставить на лыжи, других водят по лыжне за руку, кто-то уже сам бегает с палками. Но в основе подхода новых тренеров – призыв к здоровому образу жизни. Мы позиционируем не просто, что приходите, дети, будем пахать, вкалывать, как папы Карла. Нет, мы в первую очередь позиционируем, что вы сюда приходите за здоровьем. За здоровьем, за гармоничным развитием тела, души, в конце концов. Чтобы свободное время проводить полезно и для себя, и, возможно, кому-то понравится, и он захочет. Я хочу быть лыжником, я хочу быть спортсменом, олимпийским чемпионом. Мы это дадим. Секция лыжных гонок «Дю США-1» существовала и раньше, однако тренеров в ней не хватало, и набирать много учеников не было возможности. Теперь же преподавательский состав усилился, а новые тренеры, в свою очередь, настроены бодро и надеются, что город окажет помощь в развитии олимпийского вида спорта. В Ленисейске установили новогоднюю елку. Зеленую красавицу привезли из лесного массива, расположенного недалеко от авиапорта. По городу ее перевозили на специальной машине в сопровождении полиции и спецтехники. Главную елку города по традиции поставили на детском стадионе. Именно здесь развернутся основные новогодние мероприятия. Торжественное открытие городской елки состоится 24 декабря в 17 часов. Сейчас на стадионе уже начаты первые работы по сооружению большой горки, а в ближайшее время завезут лед для сказочных скульптур. На детском стадионе будет большая горка, средняя горочка и две горки для самых маленьких. Будут, конечно, скульптуры из льда и снега, ну, естественно, Снегурочка и Дед Мороз, рядом с елочкой, которую на данный момент устанавливают. Редактор субтитров А.Семкин